В ночь на вторник между остановками 52-я школа и Глория в результате столкновения легкового автомобиля с длинномером пострадали два человека. Травмы различной степени тяжести получили водитель Мазда и его попутчик. Первым в руках медиков оказался 29-летний пассажир иномарки. Его из разбитой машины вытащили очевидцы. Смело можно утверждать, что Хабаровчанину крупно повезло. У него лишь ушибы. Водителю Мазды повезло куда меньше. Удар об угол фургона был именно водительской стороной. Молодой человек оказался зажат в салоне настолько крепко, что потребовалась помощь спасателей. Гидравлическим инструментом сотрудники МЧС работали около 10 минут, прежде чем смогли извлечь раненого. Предварительный диагноз – перелом лобной кости. Пациента доставили в нейрохирургическое отделение 2-й краевой больницы в неконтактном состоянии. Очевидцев аварии полицейским найти не удалось. Местные жители столпились здесь уже после удара. Для некоторых обстоятельства ДТП казались очевидными. Он, видать, оставил, ушел домой, оставил машину здесь. А тот, как оттуда шел с моста, они всегда тут с моста летят. Тут уже сколько аварий было, это не первое. Похоже, все было примерно так, как говорит хабаровчанин. Водителя грузовой машины в момент аварии в кабине не было. 43-летний мужчина оставил ИВК у обочины на ночь и ушел домой. Припарковать крупногабаритную технику во дворе возможности нет. По мнению автоинспекторов, правила стоянки в данном случае нарушены не были. К тому же водитель оставил включенной иллюминацию вдоль всего кузова длинномера. Да я не знаю, я пошел, я был дома, услышал удар. Мазда двигалась со стороны проспекта 60-летия октября. Скорее всего, водитель не соблюдал скоростной режим. Следов торможения на проезжей части не видно. Почему автолюбитель не заметил свечащийся, словно новогодняя елка ИВК, решительно непонятно. Не исключено, что это как-то связано с пустой бутылкой из-под спиртного, найденной в салоне иномарки. С места происшествия Надежда Томченко, Ольга Соколова и Андрей Алферов.